Не каждому народу удалось добраться до 21 века. Кто-то пропал по дороге, кто-то изменился до неузнаваемости. Разберемся, что стало с громкими историческими именами. Попытка сжать несколько тысяч лет человеческой истории в общий курс для школы или вуза приводит к тому, что события в нем развиваются с бешеной скоростью. Страны и народности сменяют друг друга, смешиваются и неожиданно исчезают. Одни китайцы, индийцы и египтяне более-менее успешно протянули от самой древности до наших дней. Другие, такие как ацтеки и византийцы, покинули шахматную доску истории. А еще есть тем, кто вроде бы неплохо справляется, а потом куда-то пропал. Привет, меня зовут Евгений, это проект Про История на канале Вселенная Бьютифул Ворд. Государство Финикия на восточном побережье Средиземного моря было завоевано Ассирией в 8 веке до н.э. Однако, благодаря навыкам мореплавания, финикийцы сумели создать колонии на всем побережье Средиземного моря. Одной из таких колоний стал Карфаген, будущий мощный соперник Рима. Сейчас потомки финикийцев считают себя жителями Мальты. Царство Хетов занимало территорию современной Турции и долгое время воевалось с Египтом за Сирию в XIV-XII веках до н.э. Государство ослабело после набегов народов моря в XI веке до н.э. Боинственные племена, прибывшие к берегам хетов и египтян из Игейского моря. Те же народы моря осаждали в итоге и разрушили Трою. То, что осталось от Хетского царства, завоевали ассирийцы. Древние ассирийцы занимали север современного Ирака. Хотя набеги народов моря затронули их в меньшей степени, чем Египет и Ехетское царство, империя страдала от атак кочевников-арамеев. После долгих гражданских войн в 605 году до н.э. Ассирийское царство захватило новую Вавилонскую державу. Есть мнение, что современные ассирийцы – жители современной Турции, Ирана, Ирака, чья численность оценивается более 1 миллиона человек, ведут происхождение от древних ассирийцев. Жители Южной Месопотамии попали под влияние Вавилона где-то во втором тысячелетии до н.э. И получили имя Вавилонян. Вавилонское царство долго воевало с Ассирией, иногда успешно. Но в 538 году до н.э. к стенам Вавилона пришел персидский царь Кир II и завоевал его. Жителей современного Ирака можно назвать далекими потомками шумеров. Но шумерский язык перестал использоваться в быту еще в Вавилоне и служил только для религиозных и научных целей. У персов все в полном порядке, если не учитывать, что сейчас это Иран. Местные жители называли так свою страну с древних времен. Имя восходит к Авестинскому, страна Ариев. А имя Персия использовалось только за ее пределами. Пока в 1935 году Шах Реза не потребовал от соседей называть государство Ираном. После смерти Александра Великого Македонская империя распалась на Египет, империю Ахименидов и, собственно, Македонию, север Греции, которую вскоре завоевал Рим. В годы ослабления Римской империи там хозяйничали варвары. В какой-то момент областью владели крестоносцы, занявшие Константинополь. А затем сюда пришли турки. Македоняне активно участвовали в борьбе Греции за независимость в 1821 году. Но выйти из-под контроля Османской империи им не удалось. Только после Балканских войн 1913 года. Сейчас большинство македонян живут в городе Фессалоники, в северной Греции. Их численность оценивается в 3 миллиона человек. Кельты, как это ни странно, но это не народ. А собирательное название племен, живших в Западной и Центральной Европе. Римляне называли их галлами, тогда как кельты – их собственное имя. Племена постоянно воевали между собой, с германцами, а также с римлянами, которые их в конце концов завоевали. Считается, что кровь кельтов течет в ирландцах, в алейцах, шотландцах и коренных бретонцах. Гунны пришли из Азии в Восточную Европу в 370-х годах. До прихода к власти Аттилы они то враждовали с Римской империей, то помогали ей как союзники в борьбе с другими племенами. Бождь гуннских племен Аттила пронесся по римским городам как чума. И менее чем за 20 лет правление подчиняло себе территорию от Франции до Кавказа. После его смерти в 453 году империя гунов распалась, а сами они смешались с другими народами, идущими с Востока. В 5 веке древнегерманские племена вторглись в Испанию, а оттуда переместились в Африку, и в 439 году захватили Карфаген. Римляне хоть и разрушили его в 146 году до н.э., но вскоре заселили заново. Так появилось королевство вандалов и аланов, которое просуществовало чуть меньше 100 лет. За это время варвары отметились разграблением Рима в 455 году, после которого слово вандал стало нарицательным. В 534 году на берег Африки высадился византийский полководец Велизарий с 15-тысячной армией и отбил Карфаген. Набеги скандинавов на Европу прекратились в XI веке, с распространением среди народов христианства, которое положило конец прежнему образу жизни с грабежами и работорговлей как основным занятием. Скандинавские племена перешли к оседлому образу жизни и спустя время поделились на три отдельных государства – Норвегию, Данию и Швецию. Интересна судьба викингов, заселивших Гренландию. Последний письменный источник о жизни скандинавских колонистов относится к 1408 году. В поселении Эстербюк на крайнем юге Гренландии некая Сигрид Бьердсдоттер вышла замуж за Торстена Олафсона. Есть версия, что викинги не выдержали войны с туземным населением, а возможно и смешались с ним. Вероятно, что резкое похолодание в Гренландии вынудило поселенцев вернуться в Норвегию и Данию, либо двинуться западнее – в Канаду и на остров Ньюфаунленд, который викинги называли Винландом. Хазарский Каганат Хазарский Каганат – сосед Киевской Руси. Седьмого по десятый век занимал территорию современного западного Казахстана, восточного Крыма, предкавказья, по Волжье. Хазарам не повезло. С юга их теснили арабы, на западе крепко стояли византийцы, с востока шли многочисленные опасные кочевые племена, а на севере, в конце концов, сформировалось древнерусское государство. В 965 году князь Святослав захватил несколько ключевых городов Хазарии, и государство фактически перестало существовать. После этого Хазары еще несколько раз упоминались в летописях, они якобы предлагали Владимиру Красное Солнышко принять их веру. На тот момент – ислам. Остатки хазарских поселений были разгромлены кочевниками – булгарами, аланами, половцами. Они же куманы, они же копчаки – кочевники из семьи тюрков. В 9 веке заняли территорию от Дуная до Ертыша. С 10 века славяне регулярно жаловались на набеги полосов на княжество. Эту проблему за них решили монголы. Копчаков проглотила Золотая Орда, и они перестали существовать как самостоятельная политическая единица. Кто-то из полосов перебрался в Болгарию, Бизантию и даже Египет. Кто-то слился с русами. Последнее упоминание о них относится к XIV веку. Половцы участвовали в междоусобных войнах в Грузии. Тюрки-печенеги заняли Северное Причерноморье в 9 веке и взяли под контроль участки торгового пути из Варяг в Греки. После поражения от Ярослава Мудрого, в 1036 году печенеги двинулись к границам Византии. Войны с Константинополем не увенчались успехом. В 1091 году Алексей I Конин одержал окончательную победу, и печенегам пришлось перебраться в Венгрию, где они смешались с местным населением. Созданная Чингисханом Монгольская империя из-за борьбы за власть и слабого административного ресурса довольно быстро развалилась на 4 поменьше. Империю Юань на территории современной Монголии и Китая. Государство Холагуидов или Альханат в Персии. Чигатайский Улус, примерно где сейчас находится современный Казахстан, и Золотую Орду. Ни один из Улусов не оказался достаточно стабилен, и либо дробился, либо монголы теряли власть над территорией. В 1351 году Китай восстал и отделился от империи Юань. А в 17-18 веках оккупировал Монголию и включил ее в состав империи Цин. Монголия провозгласила о независимости с падением Цин в 1911 году. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте оставить комментарий, поставить лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. До новых встреч на проекте Про История на канале Вселенная Бьютифулл Ворд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова